МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире военная программа канала НТВ Смотр. С вами Сергей Кузнецов. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По приглашению короля. Русские витязи в Бахрейне. Наши в Бахрейне. Фраза, которую поймут те, кто интересуется авиацией и кого волнует будущее российских пилотажных групп. Участие русских витязей в недавнем бахрейнском авиасалоне знаковое событие. Его активно освещали иностранные СМИ, в отличие от российских. Наш сюжет – попытка восполнить этот пробел. Территория королевства Бахрейн в Персидском заливе. Всего 750 квадратных километров. Население – 800 тысяч человек. При этом мало кто совсем ничего не слышал об этой благополучной, динамично развивающейся стране. В 2010 году здесь прошел первый бахрейнский международный авиасалон, который привлек внимание любителей авиации и специалистов и порадовал прекрасной организацией. С 19 по 21 января 2012 на авиабазе «Сахир» проходила уже вторая авиавыставка в Бахрейне. Ее организаторы – гражданская авиация Королевства и авторитетная Фарнборо Интернейшнл Лимитед. Одними из главных героев «Биас-2012» стали русские витязи. Участие культовой пилотажной группы в молодом, но стремительно набирающем обороты авиашоу стало настоящей сенсацией. Оно вызвало искренний восторг участников, посетителей салона, официальных лиц и коронованных особ. Но гораздо важнее то, что это было первое зарубежное выступление прославленной команды из подмосковной Кубинки за последние 4 года. Сегодня, когда российские пилотажные группы, мировая авиация в целом сталкиваются с массой проблем, это настоящий прорыв. Вот я бы хотела сказать, что это в первую очередь для России, значит. Потому что все развитые страны имеют как минимум по одной пилотажной группе, которые поддерживаются государством, находятся на полном государственном обеспечении. Мнение Копаниной дорогого стоит. Имя Светланы Владимировны известно во всем авиационном мире. Это единственная женщина на Земле, входящая в так называемую десятку пилотов 20-го столетия. Прославленная чемпионка неоднократно летала за рубеж вместе с русскими витязями. С ребятами, да, у нас часто сводит судьба. Хотя, наверное, я бы сказала, даже не так часто. Встречаемся мы, как правило, на авиашоу. Ну, в каких-то таких вот авиационных мероприятиях. Хотелось бы, конечно, встречаться чаще. Летали, да, на Максах летали вместе очень часто. Летали в Китае. Летали в Эмиратах. Конечно, ребята у нас молодцы. Наша программа тоже часто летает с кубинскими асами. И нам, так же, как и знаменитые летчицы, хотелось бы летать с ними чаще. На праздниках, парадах, авиасалонах. Как легендарных, так и на таких молодых, как этот, бахрейнский. На удивление наших пилотов и многих участников выставки, Бахрейн оказался очень авиационным государством. К летчикам в королевстве отношение особое. Небольшое государство предоставляет территорию для размещения крупнейшей авиабазы США в регионе. А король страны – дипломированный пилот. Кроме того, бахрейн – остров с мощными деловыми связями, с развитой экономикой. Так что без авиации здесь никак. Очень большое внимание уделяется. Авиация там вообще такое впечатление, что половина жителей с ней как-то связана. На, в общем-то, острове, который всего лишь 50 километров в длину, с небольшим. Три аэродрома шикарных. Ну, в общем, такое большое значение очень придается вообще развитию авиации. На авиасалоне было представлено 37 компаний из 35 стран мира. Кроме того, прибыло 20 военных делегаций. В 2010-м Россия привезла всего один истребитель ОКБ Сухого. В этот раз наша экспозиция куда более представительная. Элегантные гражданские лайнеры Суперджет-100 и Ту-204. И, конечно же, наши военные авиаторы на четырех Су-27 и одном Ил-76. Участие русских витязей в авиасалоне до последнего момента оставалось под вопросом. Даже когда было принято окончательное решение на уровне правительств, возникли сложности политического характера. Иран не давал добро на пролет военных самолетов над его территорией. Но в итоге все формальности были решены. И пятерка Су-27, ведомая лидерным Ил-76, взяла курс на юг. Пятерка, потому что один борт резервный. На случай возможных отказов над своей территорией. Ну, такой перелет. Задача была усложненная тем, что, конечно, погодные условия. Все-таки в зимнем периоде выполнялся перелетные. И низкие температуры, и осадки на аэродромах, которые... Тоже в Махачкале, когда перелет был туда. И основная задача, конечно, это обеспечить работоспособность авиационной техники, подготовку к повторному вылету, чтобы отказов было минимально. Отказов не было, и резервный борт вернулся на родную авиабазу. А группа вошла в воздушное пространство Исламской республики Иран. Самолеты сразу взяли под плотную опеку. Нормальные иностранцы встречали, начиная с Ирана, сопровождение пары F-14 и пары F-4 было туда и обратно, практически от входа в Иран и до выхода вели. Это сопровождение, скажем так, именно вели или знак уважения? Ну, я не знаю, знак уважения, но с ракетами были. На снимках хорошо видны эти заслуженные иранские машины американского производства. Знаменитый, знаковый для мировой авиации F-4 «Фантом» более полувека на службе. За годы эксплуатации он стоял на вооружении ВВС 11 государств. Всего построено 5200 экземпляров. И сегодня эти самолеты продолжают нести службу в нескольких странах. Не менее знаменитые F-14 «Томкэт» использовали только американцы и Иран, который получил их от США во времена шахского правления. Сегодня эти самолеты остались только на вооружении Ирана. По стечению обстоятельств, буквально через два дня после возвращения «Витязей» на базу, один иранский «Томкэт» разбился, едва вылетев с авиабазы в Бушери. Погибли пилот и штурма. Не исключено, что это один из тех бортов, которые сопровождали наших летчиков по пути на авиасалон и обратно. Как видно, изношенность матчасти – проблема не только российская. Зима в Бахрэне, по нашим меркам, комфортное лето. Яркое солнце и температура 20-25 по Цельсию. Но тепло во время авиашоу было не только благодаря погоде. Принимали это хорошо. В общем, к России везде очень позитивные отношения. И очень все настроены на общение с Россией. И очень всех заинтересовала именно пилотажная группа «Русские Витязи». В небе авиасалона зрителям было на что посмотреть. Ежедневная пилотажная программа рассчитана на 4,5 часа полетов. Гражданские и военные самолеты, вертолеты, пилотажные группы. Были и орданские группы, и саудовские группы. Много было боевой техники истребительного типа. Так одиночно летали. Мираж-2000, и Супер Хорнет, и F-16. Всего на земле и в небе Бахрейна экспонировалось около 9 десятков воздушных судов. Но ежедневным гвоздем программы, без сомнения, были «Русские Витязи». Реакция зрителей на работу пилотажных групп в любой стране, независимо от континента, оглушительно эмоциональная. Есть в групповом пилотаже что-то такое, что заставляет десятки тысяч людей восторженно аплодировать асам высокого полета. Слово выдающейся летчицы, которой не раз рукоплескала вся планета. Марина Лаврентьевна Попович, летчик-испытатель, легендарная Мадам Миг, обладатель свыше ста авиационных рекордов. Вы знаете, вообще пилотажные группы производят ошеломляющее впечатление на людей. В радость вызывают, ну летающие еще, как летают эти кубинки, это же вообще не летают таких никто. Ну может быть англичане своим следом, но они не так, не на форсаже летают, вообще плавно очень. Наши же, это летчики уникальные совершенно. Наши действительно много летали на предельных режимах. Летали, как всегда, красиво и, как всегда, по-новому. Вираж на форсаже – новый элемент программы русских витязей. Колокол парой. Синхронные бочки. Проходы на предельно малых скоростях. Встречный пилотаж. Работа солиста. И хотя принципиально новых фигур не было, весь пилотажный комплекс выглядел полностью обновленным. Такая авиационная режиссура – важнейший фактор успеха любой демонстрационной команды. У двух летчиков группы в Бахрине состоялась первая зарубежная премьера. В состав группы четверка летала, значит, левым ведомым летал Сергей Щеглов, правым ведомым – Александр Богдан. И хвостовым, и одиночный пилотаж летал Олег Ерофеев. В общем-то, за рубежом все были, но в показах участвовали они оба впервые – Щеглов и Богдан. Этот состав группы по-своему уникален. Алексеев и Ерофеев, Богдан и Щеглов. Все четверо одного года рождения. И все одного года выпуска прославленного Качинского авиаучилища. Наверное, это способствовало достижению потрясающей слетанности четверки витязей. Мы, как и все зрители, восхищаемся. А летчики-кубинки, как все настоящие мастера, оценивают свою работу критически. В ходе авиасалона выступление постоянно анализируется и корректируется. Причем не только на месте, но и в далекой России, на родной авиабазе. В центре, конечно, отслеживается, потому что связь телефона не прекращается ежесуточно. После каждого выполнения полета на показ следует доклад командира авиационной группы о выполненном задании, о замечаниях, которые были после выполнения. Ну и, соответственно, о плане дальнейших полетов на следующий день. С каждым днем салона зрители все с большим нетерпением ждали, когда в небе появятся русские витязи. И всякий раз неизменный восторг и аплодисменты. Сами летчики расхваливать себя не привыкли. Пусть оценивают зрителей и специалисты. А в королевстве Бахрейн главный специалист, конечно же, сам король. Ну, работа глобально не отличается. Единственное, что там были свои климатические особенности, все-таки высокие температуры. Ну, в общем-то, отработали штатно, нормально. Вот. Особых замечаний не было. Королю понравилось. Королю действительно понравилось. Когда первый вице-премьер Виктор Зубков демонстрировал главе Бахрейна российскую экспозицию, Хамад Ибн Иса Аль-Халифа не раз спросил, скоро ли он увидит русских витязей. Король Бахрейна с огромным интересом, как истинный знаток, осмотрел один из истребителей и лично поблагодарил каждого летчика группы. Фрагмент выступления монарха на торжественном приеме мы оставим без комментариев. Поэтому вы были звезда неба Бахрейна. И мы очень рады вашем дисплее. Мы действительно наслаждаемся вашим выступлением. Доброжелательную атмосферу Бахрейна отметила вся военная делегация России. Участников авиасалона с теплотой и заботой встретило наше посольство в Манаме. Очень большой такой теплый прием нам оказали посольство Российской Федерации в Бахрейне. И лично посол присутствовал с нами все дни. И вот они на отлет приезжали тоже. Все присутствовали, всем составом. Ну и вообще наше пребывание там, благодаря этому, наверное, было очень комфортным таким, в общем-то, никаких сложностей не возникало. Комфортным было даже пребывание технического состава группы. Даже потому, что такое случается крайне редко. Как правило, все внимание пилотам. А между тем, инженерам и техникам работы на авиасалонах и шоу мало никогда не бывает. И успех летчиков – это и их успех. Я летела с ними вместе в Китай. Это что-то. Мы едва успели. Завтра у нас начинается шоу. Нас сегодня, слава богу, выпустили. Докладные ребята прилетели, пошли отдыхать. Я тоже отдыхать. А техники, а не техники, это всю ночь работали. Потому что нам с утра нужно было успеть потренироваться и еще выступить. И так всегда. Летчик должен быть уверен в своем самолете. А значит, доверять тем, кто этот самолет обслуживает. Техники и инженеры и в этот раз оказались на высоте. Те, кто знает, какого года выпуска матчасть наших пилотажных групп, поймет – это тоже своего рода подвиг. Технический состав тоже достаточно профессионально справился со своей задачей. Хотя были особенности все-таки в отрыве от базы. И перебазирование, и там языковый барьер сказывался, конечно. Но нормально отработали все, в общем-то, без замечаний. Поэтому будем командованию на поощрение писать. Стихли рев самолетов и шквал аплодисментов. Второй международный авиасалон в королевстве Бахрейн позади. А впереди – анализ работы на этом авиашоу. И, надеемся, новые показы и новые успехи. Каждый показ, он сам по себе символичен тем, что дает возможность готовиться лучше и лучше, и учитывать те недостатки, которые возникают в процессе, чтобы и чище пилотировать, и показывать гораздо эффективнее, может быть, и зрелищнее, выполнять все фигуры бешевого пилотажа, так же, как в группе, так и одиночной. А пока наши летят на родину. Над Ираном, как по расписанию, снова почетный эскорт. Что ж, строевые пилоты выполняют свои задачи, тренируются, а заодно могут посмотреть на знаменитых летчиков из России. Промежуточная посадка в Астрахани. И финишная прямая – до Кубинки. К сожалению, нам не удалось полностью снять проход группы над аэродромом. Ночные условия. Но даже эти кадры дают представление о красоте зрелища. Возвращаясь домой, русские витязи по традиции всегда делают проход в пилотажном порядке над аэродромом. Но это днем. В этот раз ромб прошел над нами в густых сумерках. Так же четко, как в сиянии бахрейнского солнца. Фирменный почерк. Несмотря на позднее время, на аэродроме летчиков встречают хлебом с солью. Пилотов с нетерпением ждут друзья и сослуживцы. И, конечно же, семьи. Волновались, когда муж так далеко? Конечно. Ну, созванивались? Созванивались. О чем говорили? Общались. Ну, обо всем, как летают, как дела. А ты везде ездишь? А ты знаешь, где папа был? В Бахрейне. Кстати, в Бахрейне уже идет предварительная подготовка к третьему международному авиасалону. БИАС-2014. И, конечно же, это шоу не представляют без российских мастеров высшего пилотажа. Хотят видеть еще раз и хотят видеть вместе со стрижами. Вот очень всем понравилось. Мы искренне желаем, чтобы таких встреч летчиков-асов, возвратившихся с очередной победой, было как можно больше. Для пилотов-демонстраторов это смысл жизни. Они должны летать. Они просто... Государство просто обязано их содержать и носить на руках. А мы не знаем. Вот они 4 года не были за рубежом. И я так рада за то, что они все-таки вот сейчас пробились и слетали в этот Бахрейн. Вы ребята молодцы. Я просто вот радуюсь за вас. Действительно, потому что если мы где-то, то все перед нами прям вот реально встают на колени с уважением. Потому что оно нигде нету такого, чтобы боевые самолеты творили такие чудеса в небе. Успешные показательные выступления, яркое действо, зрелищное шоу. Но прежде всего, это серьезная работа, исследование возможностей авиации. Пилотажные группы – это престиж и безопасность страны, развитие национального авиапрома и всей экономики. И пока летают, будем жить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На территории отдельной дивизии оперативного назначения в подмосковной Балашихе прошел закрытый автосалон. Словно бойцы на плацу, в встроенную шеренгу выстроились новые автомобили, предназначенные для внутренних войск. Смотр военных машин провел главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал армии Николай Рогожкин. Перспективы оснащения самых воюющих в мирное время войск главком обсудил с руководителями крупнейших российских предприятий и производителей военной автотехники. Уже в этом году войска правопорядка закупят военные и специальные автомобильные техники более чем на 5 миллиардов рублей. При этом все внимание отечественным машинам. Сегодня я уверен, что наша промышленность может сделать все, что мы пожелаем, в короткие сроки, на нашей советской, российской базе. И мы должны это просто поставить правильную задачу, определиться по всем направлениям, и по ценовой политике, и по другим направлениям. Сделать оптимально, чтобы это было выгодно и государству, и предприятию, ну и потребителям этой техники. Парк техники внутренних войск пополнят армейские внедорожники «Тигр». Еще один представитель стальной фауны, бронеавтомобиль «Медведь», разработан специально для войск правопорядка. В будущем он частично заменит БТР, хотя полностью отказываться от мощных, надежных бронетранспортеров не планируется. Огромное достоинство «Медведя» в том, что он является полноправным участником дорожного движения. Многотонная машина может передвигаться по городу без специальных разрешений и сопровождения машин ГИБДД. Для войск техника должна быть участником дорожного движения. Мы находимся на территории нашего государства, в городах, и лязгать гусеницами там, и габаритную технику гонять для выполнения задач, но это неэффективно. Внутренние войска – универсальные защитники государства. Задачи у них самые разные, и техника нужна разная. А для того, чтобы грамотно эксплуатировать и эффективно применять ее, требуются хорошо обученные специалисты. Пока главком осматривал образцы, недалеко в учебном комплексе шла подготовка будущих военных водителей. Возможно, именно они скоро сядут за руль новых машин внутренних войск. Для обучения широко и успешно используются компьютеризированные тренажерные комплексы. Сейчас управлять многотонной машиной учатся будущие водители БТР. Данный тренажер предназначен для обучения и совершенствования навыков в подготовке к пуску двигателя и начала движения машины. В различных погодных условиях. Здесь данный тренажер можно моделировать время суток, погода, состояние самой машины. За рулем виртуальных боевых машин будущие водители получают навыки, которые пригодятся им во время практических занятий на бронедроме. Там и техника, и дороги, и препятствия – настоящие. С реальной техникой сегодня учатся очень активно. Привыкаешь к панели, к подборам, какие рычаги необходимо нажать в той или иной ситуации. Также там могут быть разные уровни ситуации. Когда у тебя топливо закончилось, что тебе необходимо сделать. У внутренних войск множество повседневных задач. Но реалии сегодняшнего дня требуют постоянной готовности к любым вызовам. От терактов до аварий и стихийных бедствий. Хорошая оснащенность и высокий уровень подготовки личного состава – залог того, что войска правопорядка придут на помощь в самой трудной ситуации. Программа «Смотр» прощается с вами на неделю. До встречи на канале НТВ. 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 Субтитры подогнал «Симон»